На фото Сергей Лисица. Вместе с молодежкой Виктора из Таврополя взял бронзу чемпионата России, а начинал Сергей в небольшом приднестровском селе Чобруче. Он 4 года назад занимался в нашей школе, стал чемпионом Молдавии по 2100 года рождения. Родители уехали в Москву, он уехал. Мы созвонились с тренером, тренер Кираспольский, Саша Коваленко, Александр Васильевич. Его забрали в Чеховские «Медведи» в училище Олимпийского резерва. И потом перевели в Ставрополь. А на ваш взгляд, все-таки в таком юном возрасте уехать, еще и продолжать играть где-то, это сложно? Сложно, конечно. У нас ноги уезжали, но не все оставлялись. Не у всех характер. Есть вынести, все вытерпеть. Для этого тоже нужен характер и сила воли. То есть стержень нужен, внутренний стержень. Школу гандбола в Чобручах прошел и Игорь Киселев. Выигрывал чемпионат Молдавии. Играл во Франции, Словакии, Турции, Косово и не только. Самая экзотическая страна в списке Киселева – Индия. Там он выступал за железных людей из Махараштры. Первый же сезон привел их в чемпионство. Я многим когда рассказывал про это, это больше как, не знаю, экзотика такая, что-ли. Я понимал, что там уровень не очень. Но там было несколько игроков с Ирана, хороших игроков, которые и за сборную играли. Ну, в целом, хорошие игроки. С России было человек семь, наверное. Было, скажем так, приятно выиграть. Это у них была первая премьер-лига вообще. В истории они к этому готовились лет пять-шесть, наверное. Они очень много ресурсов и денег в это все вложили. С 92-го года юноша пришел в 12 лет к нам со Слободзеи. Мы его нашли. Футбол стоял в воротах. За сборную Слободзеи играл футбол. Мы его переманили. Высокий был парень. Прилосили. Начал заниматься у нас. И потом поступил в Тишиневский Улим. Начал заниматься в Олимпусе, в клубе Олимпус. Стал чемпионом Молдавии. Потом закончил Улим и пошел дальше во Франции. Играл в Словатии. В Индии его. Талант от Бога. Он игровик. По натуре игровик. Он не отличается сразу. Ему дал мяч. Он сразу с первой тренировки взял, обырвает, лезет. С первой тренировки тренеры разглядели в Киселеве не только талант. Его любимая история – это на моей первой тренировке. На одной из первых тренировок он попросил собрать мячи. Я ему сказал, вам надо, вы собирайте. Это его любимая история. И как-то вот с тех, как он говорит с тех пор, когда он понял, что я почему-то с характерами, да, да, чего-то добьюсь бомболи как-то. Это он любит рассказывать эту историю всем. А как эта история закончилась? Какая у нее была? Он все-таки собирал мячи или нет? Нет, на тот раз нет. Уехал домой и все. Потом мы уже поговорили по-нормальному. Объяснили, что дежурный по очереди все убирает. Когда он убедился. Он думал, что его это наказание. Он думал, что наказание это нет. У нас очередность есть, которая собирает сетку по очереди. Герой Индии и легенда Чобруч. Его фото висит в местной школе гонбола, где Киселев начинал. Для этих юных гонболистов он ориентир и кумир. Проходит типичная тренировка по гонболу в Чобручах. С одной стороны занимаются гонболисты 2010 года, с другой стороны занимаются гонболисты 2008 года. Но что объединяет оба этих коллектива? Это будущее пренестровского гонбола. Они уже неоднократные чемпионы Молдавии. Отличные ребята. Тренер Панченко, Денадий Степанович. Они в прошлом году по 9-10 стали чемпионами. А в этом году чистые 10-е годы стали чемпионами. Семь команд, одна ничья, мне кажется, все из всех. По результатам трех туров они стали чемпионами. А что в этой команде есть такого, что они все-таки взяли чемпионство? Они очень дружные, очень дружные. Один за всех и все за одного. Один из лидеров этой команды это Александр Бабенко. Он капитан команды. Саш, расскажи тебе, как тебе в роли капитана в этой команде? Ну, очень интересно руководить всеми, что все меня слушают и поддерживают. А какие слова должен найти капитан, чтобы настроить команду на хорошую игру? Ну, не волноваться и все. И быть уверенным в победе. Андрей – один из лидеров команды 2008-го. На тренировки в Чобруче приезжает из Слободзеи. Развивает пунктуальность, потому что приходится следить за графиком маршрутов. И поэтому это развивает в себе знание времени. Еще гандбол для Андрея – это новые горизонты и возможности. Вот в тебе так любовь к гандболу играет, что ты прям готов тратить время на дорогу. Ну да, конечно. Я столько всего благодаря гандболу увидел. То есть ездил в разные страны, узнал, много знакомых появилось у меня с ребятами из других стран, из других команд. И для меня это важно. Капитан команды 2008-го года Никита Власов. Пошел по стопам брата. Он сейчас играет за российский штурм. Брат занимался гандболом. Класса со второго. Почти так же, как и я. Я раньше ходил на футбол. С самого начала, мне нравится футбол. Меня родители все время подгоняли. Вот у тебя брат гандболист, очень хороший, и почему ты не пойдешь к гандболу? А я не хотел. И вот в итоге, когда бросил футбол, пришел сюда. Меня тренер сразу узнал по моему брату. И у меня началось все сразу получаться в гандболе. То есть мне нравилось играть. И вот так год за годом у меня получалось все больше и больше. При входе в гандбольную школу Чопруч есть такой вот стеклянный шкаф с кубками. Только посмотрите, как здесь много наград завоевали гандболисты за последние несколько лет. Юрий Иванович, вот мы видим по этому шкафчику стеклянному, что очень титулованная у нас Чопручевская школа. Мы уже говорили о ребятах, которые играют за рубежом. Мы говорили о наших чемпионах Молдавии и вообще чемпионах всего, наверное, что только можно. За счет чего, на ваш взгляд, школа такой вот эпицентр гандбола создала? У нас великолепная база. Благодаря директору, бывшему директору спортивной школы Бордиану Михайловичу, ныне покойному. Вот они создали спортзал, построили зал. В 2010 году был капитальный ремонт школы. И у нас великолепная база. Вы видели, какая база. У нас восстановительный центр, у нас атлетический зал. Мы сделали четыре спальные комнаты. Можем принимать любые команды. Они приезжают к нам на субботу-воскресенье. Каждые субботы-воскресенье любые малыши приезжают и играют. С ближайших сел, районов, с Молдовы, с Приднестровья, раньше с Украины, с Белоруссии приезжали. Летом приезжают. И у нас постоянно игры, постоянно детские накатываются. И поэтому они, как бы, вот и такие результаты есть у нас. В Чобручах воспитали не одно поколение гандболистов. Возможно, уже осенью кого-то из этих парней мы увидим во взрослом чемпионате. А дальше гандбольная судьба может завести куда угодно и открыть новые возможности.